Привет, друзья! Слава вам, Рахману, Рустам! Интернет-эжидея, портала, япта видео Патент отмен, это 3 ой Патент, друзья, отмен, 3 ой 3 ой Патент, тюляш, шарт Регистрация, шарт Шарты, шарты Президент, федерация эмигранты, Вадим Коржин, и Хамасы, подробно Ищи Отмен, что Мы Уже 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 Мы Уже в карантине. Айнамарушнаханье, ях-ях-хо видео на Коеверсайле, максат куму хукула. Дима? Краамыз, подписаться миламыз, ва манномуна, саламайты койамыз. Энэсэ видеоролик бошлаймдиста. Здравствуйте, Вадим! Добрый день! Добрый день, Руслан. Как вы? Не устаете, да? Раздаете, я вижу, слежу за вашей творчество. Очень хорошо, очень радует. Спасибо большое, огромное вам. И сразу не будем тянуть, задаю вам вопрос. Вопрос самый актуальный. За период карантина, вот это три месяца, все говорят, что патент не отменен. Вот на этот вопрос отвечайте, пожалуйста. Ну, я не знаю, что все говорят. У нас сейчас ситуация следующая. В 18-м был принят указ, вот. Но указ это касается всех органов исполнительной власти, а контролирует патент все-таки МВД. Специально, как бы, понимая вот эти моменты, мы попросили отдельно, чтобы был документ именно МВД, да? Что конкретно их руководитель, да? Заместитель министра подписал. И чтобы там было четко прописано про патент. Этот документ есть, он в доступе. Номер 1-43-33 от 18-го числа. Да, мы на эфире об этом говорили после отмены и все остальное. Любой из вас может убедиться, что вот первый заместитель министра подписал документ, в котором написано, что патент платить не надо. Да, и там это конкретно прописано. Но, действительно, есть сложность, пока этот документ доходит, что называется, на землю. Вот. У нас сейчас наш колл-центр зафиксировал из 32 субъектов Российской Федерации, то есть области, республики и так далее. Всего их 85. В 32 есть проблема. То есть, действительно, люди, которые вот непосредственно в районных отделах сидят, говорят, нам наша начальство ничего не говорила, если скажут, мы как бы окей. Вот. А это проблема. То есть, мы сейчас спросим всех, чтобы сообщали, что конкретно в таком-то отделе какой-то начальник нам это сказал. Мы все это дело собираем и в тот же день всегда отправляем главный управление с вопросами графской, чтобы они занимались. У меня нет возможности напрямую полицейским давать указания. Мы пишем на руководство. Они очень хорошо реагируют, быстро, четко. Поэтому вот на все наши там можно звонить в колл-центр, писать на почту, директ, там, в соцсетях сообщения, да. Неважно, каким каналом связи, пишите. Мы сразу же будем направлять все это дело в главное управление вопросами графа. Понятно. Все, что касается каких-то спекуляций, да. Любой из вас по номеру этот документ в интернете найдет. Он не придуманный, да. Он есть, подписанный. Там все подписи, все видно. Вот. Но есть сложность, что страна огромная, народу много, не все как бы быстро заводятся информацией. Угу. Еще такой вопрос. Вот за этот три месяца, вот период, люди же, тот, кто не платил патент, то есть их полицейские штрафуют на пять тысяч рублей. Это как понять? Это нарушение. Это нарушение. Также очень просим, пусть присылают протоколы. То есть нарушение с чьей стороны? С полицейских? С стороны полицейских, да, конечно. То есть это грубое нарушение? Ну, как мерить грубость? У нас же нет в уголовном каком-то праве. Это нарушение грубое, это мягкое, это там очень мягкое, это очень грубое. Это нарушение. То есть у нас либо закон исполняется, либо не исполняется. Штрафовать в этот период нельзя. В этом же самом постановлении и методических указаниях это конкретно написано. Ну, вы же документ можете увидеть, посмотреть, да? Конечно. Я это каждый день объясняю людям, чтобы люди понимали. То есть они до сих пор мне пишут, говорят, что почему вы обманываете патент за этот период, ну, не отменен, мы не платили, за то, что мы не платили, мы идем сейчас, у нас документы сгорают или мы штраф платим, вот такие вопросы, да, поэтому чтобы уточнить этот вопрос, я вам задал. Это тоже наша большая проблема, очень много людей звонит в колл-центр, вот, и по всем мы это все фиксируем, вот, направляем, но еще какой момент, тут очень важно понимать, у нас в последнее время получилась очень такая тоже ситуация, особенно вот в Москве. Словят людей, пишут им штраф. Они ругают, вот, нам написали штраф из-за патента, мы вам верим, мы говорим, пришлите протокол, мы смотрим протокол, а там написано, что их оштрафовали за то, что они в карантин вышли без пропусков. Да, вот именно. То есть патент здесь вообще ни при чем, но все-таки как бы правовая грамотность у большинства мигрантов трудовых очень низкая, вот, и они, соответственно, знают, это надо, это не надо, им написали штраф, все, федерация мигрантов виновата. А они даже не смотрят, за что им штраф написали. Есть еще вторая ситуация, когда ловят человека, просто дают ему квитанцию, без протокола, без все, иди платить пять тысяч. Он идет, платит, потом звонит, нам ругается. Мы говорим, а за что вы заплатили? Ну протокол покажите, да, в чем ваше нарушение? Мне ничего не дали. И, соответственно, с ним тоже разговор не складывается, потому что мы не понимаем, за что его оштрафовали. Это тоже большая проблема. Еще такой вопрос вам. Вот сейчас по всей СМИ говорят, что преступность вырос. Ну, то есть эмигранты воруют, то есть сепочки, да, допустим, или серги, или продукты. Вот эти моменты в Москве сейчас есть или нет? Скажем так, массового роста преступности нет. У нас и в прошлые годы иногда были какие-то случаи отдельного воровства агробежа и так далее. Сказать, что есть какой-то рост преступности, вот на данный момент, вот у нас сегодня с вами 3 мая, а 3 мая рост преступности ощутимого нет. Но я считаю, что это в том числе и благодаря неравнодушным землякам, которые помогают, да, наши организации, еще там пара организаций тоже работают достаточно хорошо. Вот, потому что мы вот ездим в хостол, мол, я сегодня с утра в очередной раз разводил, там я записал короткую историю, ролик, наверное, завтра выйдет, сегодня не успеем. Сегодня еще очень много развезли. Сейчас готовят мне порядка тысячи квартир и адреса, там тоже волонтеры, тоже мы все с вами готовим. Вот, потому что я приезжаю в некие хостелы, ну там прям жалко, ребят, ну то есть вот вообще, как бы они говорят, работы нет, денег нет, проблема. Вот, и мы стараемся чем можем помочь. Где-то есть хостелы, карантин объявили, их официально вот огородили, да, Росгвардии не выпускают по закону. Хорошо еще, опять же, полицейские идут навстречу, то есть там, если, значит, ребята дают карточку, там, антисептиком ее протирают, дают и полицейские едят, покупают им еду, привозят там, как бы, ну, по чеку, все честно. Вот, ну прям очень-очень нехорошая ситуация. Вот мы сейчас планируем, наверное, где-то 5 тысяч продуктовых наборов продать за ближайшую неделю. И более-менее мы ситуацию выровняем. Потому что у нас еще вот за Москвой, за МКАДом, есть небольшие поселки вокруг Москвы, где частный сектор, такие вот, ну, дома старые какие-то, еще что-то, там очень много тоже ребят живет. Вот, туда, может быть, заедем, то есть. И я считаю, что то, что мы вот этот шум поднимаем и сами помогаем, и других призываем. Потому что, бывает, приедем в фото, они говорят, а нам вчера уже привезли, вы еще кому-нибудь дайте, потому что, ну, нам уже помогли. Вот, это очень приятно, что еще кто-то работает. Ну, опять же, не то, что кто-то, я знаю, кто работает, опять же, эти люди. Понятно и большое спасибо. Их очень мало, к сожалению, очень мало. Да. Регионов очень много пишут, что вот вы в Москве помогаете, а я там, в Ульяновске, еще где-то, нам помогите. То есть, ну, вот, к сожалению, возможности на данный момент нет. Вот, но если не помогать, вот как я и тогда, вот, во всяком интервью говорил, что я считаю, что если будет рост в преступности, он будет большой. Ага. Но на данный момент роста нет, он не зафиксирован, пугать никого не нужно. Журналисты просто спекулируют, раздувают. Раздувают, да. Да, да. Плюс, опять же, все-таки помогает еще, да, тот фактор, что сейчас пост, вот, в него грешить, ну, как бы, особенно нельзя, да, по словам, и поэтому, может быть, тоже это сказывается как фактор. Иногда даже наши операторы в полцентрах говорят, что они прочитают рост в преступности, звонят нам и говорят, вы передайте Вадим Викторовичу сейчас пост, вот, и мы в пост вообще, как бы, никаких проблем, в преступность расти не будет. Ну, посмотрим, как есть. Но на данный этап все разговоры про преступность, это, в общем, просто то, что называется. Да, звали. Понятно. Еще такой вопрос. Экстремизм и терроризм. Вот, на данной ситуации они как-то действуют или нет? Ну, я не вижу никакой разницы. То есть, вот, то, что сейчас происходит, может быть, мы потом это как-то увидим, да, потому что я понимаю, что если какие-то силы работают против, им сейчас легче работать. Много голодных, много людей без дела, да, то есть, есть же как человек, он бы, может, никогда и не думал бы про этот экстремизм, пока он работает. А тут он 100 до вечера сидит интернет смотрит. Что он там насмотрит, тоже мы не знаем. Вот, поэтому на данном этапе я не считаю, что есть какой-то рост, какое-то изменение. Может быть, это в будущем как-то выглядит, но сейчас это сложно комментировать. Понятно. Сейчас еще такой версия есть. У вас тоже, то есть, иностранцев приравнять, то есть, местному населению, и чтобы государство им платил пособие. Ну, то есть, как определенная сумма. Потому что иммигрант, честно, он платил налоги, работал, то есть, вел себя хорошо, так скажем. Это вообще реально или нет? То есть, государство пособие будет платить или нет? Я думаю, что это нереально. Нереально. Ну, я думаю, что нереально. Очень много, соответственно, противоречивых здесь у нас политических сил. Я бы очень поддерживал такую позицию. Очень. Потому что я считаю, что часть мигрантов находится в более худшем положении, чем местное население, потому что у них жилья нет. То есть, местный человек, если он остался без работы, ему нужно напокушать, ему хотя бы есть где жить. А мигранту надо и на покушать, и за жилье заплатить. Сейчас в каких-то хостелах уже они договорились, там, как-то в долг живут, еще что-то. Но долг же надо отдавать. Вот. Поэтому я бы очень поддерживал эту инициативу. Агентство стратегических инициатив ее выдвинуло. Большие молодцы. Но я не думаю, что это реально. Потому что сейчас на веках прибегут, там, условно, националисты, будут говорить, местным нет денег, вы хотите еще иностранцам дать, пусть едут домой, хотя они не могут уехать домой. Они с радостью уехали многие, да. Вот. И вот эта вся сложная политическая система, я думаю, не позволит все-таки этой инициативе пройти. Хотя было бы очень хорошо. Понятно. Чартерные рейсы, допустим, насчет этого тоже мы должны разговаривать, потому что очень много вопросов насчет чартерные рейсы, когда мы улетим домой и так далее. То есть в данное время есть рейсы или нету? Рейсов никаких нету. Было буквально несколько рейсов, которыми увезли людей, которые сидели в спецприемниках. Да. И сам Петербурга тоже отправили уже. Ну, отовсюду. У нас сейчас даже, знаете как, вот, например, белгородский спецприемник, его сейчас вообще закрыли полностью, там было буквально 24, по-моему, человека, их перевели в Сахаров. Где-то еще позакрывали, то есть у нас есть большие спецприемники, есть маленькие. Маленькие все закрыли, большие увезли. Потом вот в Узбекистан, я знаю, по-моему, 24-го, что ли, апреля, я сейчас точно не вспомню, два самолета улетело. То есть как бы сейчас фактически, будем так говорить, граждане Узбекистана, которые с документами, их спецприемников нет. То есть многие, которые паспорт потеряли, консульский отдел еще не сделал МСВР, их нельзя отправить, у них нет документов. Все, которые были с документами, все улетели. То же самое с гражданами Киргизии. И частично вывезли граждан из Саджикистана, но их еще достаточно много остается. Киргизы, по-моему, вывезли своих 27-го, ну тоже недавно с Екатеринбурга был рейс, тоже улетел, все нормально. И поэтому сейчас количество спецприемников уже небольшое, мы тоже стараемся где-то помочь. Сейчас просто ездили по линии посольких люди, мы, наверное, поедем на следующей неделе тоже поможем, сделаем как-то. В Санкт-Петербурге помогли. Вот, ну то есть в этом смысле, да. То есть много людей хорошо помогает именно в полетении приемников, тоже им большое спасибо. Вот. А именно рейсы так, чтобы можно было купить билеты, улететь, таких рейсов нет. То есть как вот все закрыли полностью, вот, все, таких рейсов нет. И в ближайшее время, я думаю, не будут. Карантин, когда закончится? Ну, к сожалению, никто не знает. Я очень надеюсь, что он закончится вместе с концом мая. То есть на данном этапе мы знаем, что Владимир Владимирович Кутин обратился к данной встрече, вот очередной, где дал указание главам субъекта федерации до 5-го числа, то есть до его послезавтра подготовить план по выходу из карантина. Вот. То есть они ему послезавтра должны дать какой-то план, дальше они, получается, как-то будут это все там утверждать, согласовывать и так далее. Вот. Я очень надеюсь, что 12-го мая начнутся какие-то небольшие смягчения. Сейчас идут активные разговоры о том, чтобы возобновлять стройки. Мы писали письмо и Собянину, мэру Москвы, и другие ведомства, что сейчас очень важно хоть какие-то рабочие места, скажем так, расконсервировать. То есть пусть у нас идет стройка, пусть у нас асфальт, перекладывают плитку, бордюры, пусть убирают парки, там красят заборы, сажают пустые клумбы. Ну, то есть в Москве огромный объем работ по благоустройству. И опять же, сейчас, когда пустые улицы, дороги делают гораздо проще. То есть они не требуют перекрытия вот этого, где пробки, еще что-то. Сейчас можно пол Москвы перекрыть, пробок не будет, все спокойно объедут. Это очень удобное время. И люди смогут заработать хоть себе на проживание, на питание и так далее, чтобы все было хорошо. Поэтому, может быть, где-то нас услышали, там еще два встречания было, я тоже приходил туда. Плюс, ну, уже бизнес многие как бы говорят, ну, как мы вот после этого всего окончания будем работать, у нас проблема. Я очень надеюсь, что вот с 12-го пойдут какие-то, скажем так, расслабления, но это вот мои хотелки. То есть я просто на это надеюсь и все. Никаких на данный момент документов, конкретных решений не существует. Понятно. Еще вот такой вопрос. К сожалению, ну, люди, люди умирают, вы сами понимаете. Сейчас, то есть иностранцам очень большая проблема вот в этом. То есть кто-то от чего-то, так скажем, умер, но его отправить на родину, какой-то большая проблема. Вот насчет этого вы что-то знаете? Я насчет этого знаю только, что есть проблема. Вот. Мы тут собирались с несколькими людьми это обсуждали. Вот. У нас были разные какие-то вот между собой в процессе совещания мысли, вплоть до того, что мы готовы сделать какое-то там, ну, свое кладбище. Вот. Но сейчас очень сложно все это согласовывать. Мне было очень интересно мнение каких-то там опять же, вот как и так, Сокалов, да, они лет уже раньше мы старались все-таки, ну, отвезти труп на родину, похоронить дома. Сейчас уже эта тенденция уходит. Если будет нормальное кладбище, будет нормальная цена, вот, многие не видят проблемы как бы похоронить здесь. Многие уже получили плацпорт, хотят оставаться здесь и уже нет большого смысла везти на родину, тем более достаточно дорого. То есть даже если авиакомпания, то есть, по-моему, в Таджикистане была компания Самон Ээр или Таджик Ээр, я вот не помню. Они вообще бесплатно возили. Да, да. То есть, никаких проблем, да. Но ведь авиакомпания – это очень небольшой кусок расходов. Нужно сам дроп, он достаточно дорогой, да, все это доставить. Ну, то есть, это целый процесс. Людому надо похоронить, тоже целый процесс. Плюс, согласно культурным традициям, ну, нельзя же просто похоронить, надо собрать гостей. Это, опять же, расходы, да. И, в этом смысле, похороны здесь, ну, гораздо по деньгам доступнее, да. Ну, сейчас большие проблемы. Мне рассказывают какие-то цифры, что просят, там, чуть-то не сто тысяч рублей, там, за место. Вот. Опять же, мне сейчас некогда даже повыяснять все эти вещи, да. И синовники все дома сидят также. Но, в целом, вот, ну, как бы, сам этот карантин привел нас к мысли, что нужно задуматься о том, чтобы действительно организовать кладбище какое-то. Может быть, где-то будет не близко от Москвы, там, 50-70 километров. Но, в любом случае, за час на машине можно доехать. И надо, чтобы это было доступно людям. Вот. Но это пока на уровне мысли. Вот вы сейчас сказали, я вам по этому рассказываю. Шаги какие-то конкретные пока не делаются, потому что их некуда делать все на карантине. На родину увезти сейчас никак, да, если? Никак, никак. А то очень много, очень много вопросов насчет этого. То есть, что нам делать? Вот, человек погиб, он в морге. Как нам увезти? Или... Даже был разговор такой, что сегодня позвонил человек, сказал, умер от коронавируса. То есть, тела будет нам давать или нет? Вот эти вопросы тоже есть. Ну, я, к сожалению, не знаю. Вот этот весь порядок. Это надо спросить кого-то по линии Минздрава. Ну, мне как-то будут давать. Ну, а как? Ну, он же... Это не то, что какая-то там страшная холера, чума, да. То есть, ну, коронавирус, у нас достаточно много людей умирает. Ну, и уже нормально хоронят, там их не прячут еще что-то. Тут, видите, опять же, какой момент. Это уже вступает, как бы, в противоречие с религиозными, да, вот, идеями. Вот. Я большой сторонник кремации. Я считаю, это самое правильное. Это максимально будет экономить места. Это можно сделать максимально красиво, да, вот кто... Ну, даже не обязательно там, кто лично был, можно фотографии, видео посмотреть. Сейчас YouTube позволяет путешествовать, не выходя из дома, да. В той же Японии, например, как это организовано. Да, в Корее где-то еще. То есть, ну, это, по мне, это эстетически гораздо более красиво, да. Вот стеллажи, урны, куда все приходят. Чем вот это кладбище, заборы. То есть, ну, вот, мне это не очень нравится. Но, как я понимаю, сам запрещает, да, кремации? Поэтому вот есть определенная сложность. То есть, может быть, здесь вот как-то что-то, не знаю, поменять. Вот. Тогда, конечно, что будет проще. То есть, фактически, можно человека кремировать, и потом спокойно как-нибудь, когда откроют уже рейхи нормальные, да, можно привезти урну домой. Но я так понимаю, что этот вариант не годится, и что делать, не могу бы сказать. То есть, когда все наладится, то есть, все как по-прежнему будет, зарплата, ну, то есть, жить, находиться иностранцу, или, то есть, ну, то есть, цена патента, вот, на этот... Чем можете отвечать? Ну, цена патента у нас меняется один раз в год. В декабре ее установили все субъекты. До конца года цена остается. Когда наладится, никто не знает. Не то, что я не знаю, это сейчас никто не знает. Ну, хорошо не будет, правильно? Ну, я думаю, что будет хуже. Нельзя сказать, что прям будет совсем плохо, но точно будет хуже, потому что сейчас вот фактически, как устроена экономика, да, самое главное в экономике человеческий труд. Вот все трудятся, получается продукт, да, этот продукт перераспределяется. Чтобы его можно было легко перераспределить, есть эквивалент, это деньги. Вы хорошо трудитесь, получаете много, да, соответственно, какие-то другие услуги вы можете потреблять, да, трудитесь плохо, получаете мало, потребляете мало, но все трудятся. А мы месяц дома просидели, многие не трудились. То есть этот продукт не произвелся. Делить на всех нечего, вот этот момент, да, это большая проблема. Плюс, я думаю, что будут две сложности. Одна общая такая, глобальная, да, то, что наверняка будут какие-то рекомендации для, ну, скажем так, жизни после карантина. То есть наверняка ресторанам скажут, вот так близко столы ставить нельзя, оставьте далеко. Значит, количество столов уменьшится, денег уменьшится. Кому-то опять скажут, вот вы так работать не можете, работайте вот так. Нужно будет, опять скажут, купите там, не знаю, перчатки, там маски, там антисептик, это дополнительный расход бизнесменам, да, это опять убыток. Вот, опять же, сейчас вот, например, те, кто сдавал помещение в аренду, да, ну, многие сделали скидки. Скажи, вот мы здесь в офисе сидим, нам тоже сделали скидку. Я тоже в офисе сделал скидка 50%. Вот, вот, вот. А получается, что, ну, это же тоже они недополучили денег. А эти же люди, которые в помещении встают, они же тоже много кого кормят. Это охрана, налоги, еще что-то, да. То есть, в целом, вот этот пирог экономический, он уменьшается. Поэтому будет сложнее, это один момент. И второй момент, касающийся непосредственно мигрантов. Авиакомпании сейчас, у них вообще все плохо. У них стоят самолеты, тысячи сотрудников, там все официально и так далее. Я думаю, что когда все-таки откроют авиалинии, вот это все полетит, наверняка цены взлетят просто до каких-то космических высот. Ну, понятно, что по таким ценам долго цена держаться не будет. Там две-три недели, может быть, месяц, она опять станет нормальной ценой. Но авиакомпании же привыкли, что они зарабатывают с две стороны. Кто-то едет домой, кто-то едет в Россию. А сейчас будет большой поток из России. А в Россию потока большого не будет, потому что люди будут пережидать дома, как все нормализуется, и те земляки, которые имеют какую-то работу, они скажут, давай, приезжай, вот нам еще работник нужен. Ну, как это обычно происходит. А если у нас в одну сторону самолет полный и обратно пустой, то за этот пустой платят те, кто летит на полном. То есть в любом случае тех цен, к которым привыкли, что можно там за 150 долларов прилететь без проблем из Москвы или откуда-то прилететь в Среднюю Азию, я думаю, что в ближайшее время таких цен, конечно, не будет. Это тоже будет проблема. Выходом из этой проблемы, конечно, будет являться автомобильный транспорт и автобусы. Но это будет фактически зависеть от Казахстана, потому что они у нас граничат, и они сейчас закрыты полностью. И сейчас вот, например, была достаточно большая проблема у граждан Тиргизии. То есть там на нейтральной колосе между Россией и Казахстаном застряло то ли 100, то ли 200 человек, ну прям много. Да. Один там умер, жена у него там чуть суицид не совершила. Одна там беременная вот ей рожает, и они там месяц уже живут, и они не туда не могут выйти, не туда. Все закрыто. И вот сейчас там дипломаты договорились, опять же, большие молодцы, вот, что пригонят автобусы, и через Казахстан на автобусах они уедут домой. Ну, там опять же их сопровождают медики, их там не выпускают. Ну, то есть определенные меры, да, против эпидемиологические, скажем так. Ну, вот, по моей информации, вот на днях это все должно поехать. Уже хотя бы люди перестанут жить в машинах, как бы, на границе. Опять же, тоже там они переживают. Ну, то есть, фактически они вынуждены машины там оставить. Тоже они. Вдруг там что-то случится. Ну, как-то там запаркуют их там, я думаю, решится вопрос. Но самое главное, хоть люди перестанут жить в машинах, это же тоже огромная проблема. Наверняка таких ситуаций есть еще несколько, мы не про все знаем. Вот. И это тоже, конечно, прям совсем-совсем неправильно. Но, к сожалению, так происходит. То есть, патенты, может, цена будет падать на патенты? Или нет? Я думаю, что нет, потому что у нас цена на патенты пересматривается раз в год. То есть, опять же, если, допустим, она вдруг будет падать, то это будет на 21-й год уже. На 20-й вряд ли. Понятно. 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 А если вот в Москве кто-то хочет помочь, да, бизнесмены наши или таджики или киргизы, хочет помочь, ну, присоединиться к вам или спецприемники хочет что-то передать. А как с вами связаться? Все наши, опять же, контакты есть. Вот. Они могут звонить в колл-центр. Вот. Они могут писать письма. Они могут писать директ. Ну, то есть, все-все отвечают. Абсолютно все отвечают. Вот. Тут просто момент какой. Что если человек хочет помочь, ну, какой-то небольшой помощью, да. У нас же есть наш счет. Во всех наших видео, там, под всеми роликами, да, указана карта Сбербанка. Можно просто на нее прислать и все. И вот сейчас, кстати, вот люди видят, что мы реально работаем, стали присылать больше. Все равно мало, все равно немного весьма, да. Вот. Но больше. А если человек, например, хочет, ну, как-то серьезно, 100 тысяч, 200 тысяч, полмиллиона, да. Вот. И ему, например, там нужны документы. Мы официально на счет все примем, федерации все документы дадим, никаких проблем нет. Не будет. Если кто-то хочет просто, там, скажешь, я вот могу еду тоже собрать, привезти, но мне как-то для этого федерации-то не нужна. Ну, пусть заберет, отведет, но у нас же понятно, да, как бы куда везти, что везти. Если кто-то хочет помочь на конкретный спецприемник, то я созвонюсь с руководством, как бы, да, скажу, что это вот. Люди хотят помочь. Вот договориться руководством, то есть, если кто-то сделает продукты, все такое, вы можете, да, договориться, то есть, там. Я могу договориться, но смотрите, какой момент. Сейчас после нашего видео, если появится одновременно 20 желающих, и каждый хочет привезти коробку, там, не знаю, с фруктами. Эти 20 человек мы не сможем сорганизовать, да, то есть, поэтому либо надо между собой организоваться, чтобы был какой-то старший, да, чтобы он уже взял большую машину, привез, я договорюсь без проблем. Я сам готов туда приехать, этого человека встретить, если надо, то есть, там все сделаем, покажем, дадим никаких проблем. Все, всего хорошего успеха. Хорошо, спасибо вам еще раз. Очень был рад вас увидеть. Еще дай бог, чтобы вот так посидели с вами, чай попили и о жизни поговорили вместе. Хорошо, хорошо. Всего счастливо. Всего доброго. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok. Хайрбат андошли. Олман Булин.